Во втором чтении депутаты Народного Совета рассмотрели и приняли горный закон ЛНР. Действие этого закона распространяется на широкий круг субъектов, которые занимаются разведкой, добычей, переработкой полезных ископаемых, ведением горных работ, строительством, ликвидацией или консервацией горных предприятий, научно-исследовательской работой, осуществлением мероприятий по предотвращению аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также ликвидации аварий на горных предприятиях, отметил председатель Комитета по вопросам промышленной и ограженной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Хорошилов. Депутат подчеркнул, что в законе обозначены также допустимые в горнодобывающей промышленности формы собственности и условия предоставления инвесторам горных предприятий. Законом также регулируется обеспечение льгот, компенсаций и социальных гарантий, которые предоставляются шахтерам и другим работникам угольных предприятий, имеющим право на получение социального угля или иные социальные выплаты после их выхода на заслуженный отдых. Право на льготы имеют также инвалиды труда, члены семей погибших и умерших работников, действующих, ликвидируемых, находящихся в стадии консервации или законсервированных государственных угледобывающих, углеперерабатывающих, шахностроительных, шахтопроходческих и шахторемонтно-монтажных предприятий. Горным законом определяется, в каких объемах будет выдаваться та или иная компенсация, через какие фонды и какими организациями. Кроме того, в законе указываются нормы и порядок закрытия угольных предприятий, а также открытия новых.